Монолиев вручную косит траву на своем участке земли в полтора гектара. В этом году нанимать технику не стал, так как нет должной травяной массы. Прошлые года с этого участка собирал около 150 тюков сена, в этом году в два раза меньше. Снега было мало, весной практически не было дождей, да и лето засушливое, поэтому и трава не выросла. Тюковать сено в этом году не буду. Сейчас скашу и высушу россыпью. Продавать тоже не смогу. Нужно заготовить сено на зиму для собственного скота. Да и собранного сена не хватит. Сейчас идет второй покос. Первый крестьяне, как правило, отправляют на рынок, а второй заготавливают на зиму. Малоснежная зима, поздняя весна и засуха повлияли на травяную массу. Если в прошлом году с гектара собирали до 350 тюков, то сейчас от 100 до 200 тюков. В лучшем случае. В этом году расходы в разы превышают доходы, говорят аграрии. Покос гектара земли стоит в среднем от полутора до двух тысяч сомов. Выросли цены на ГСМ. Еще и расходные материалы, такие как тюковая веревка, тоже подорожала от тысячи до трех тысяч сомов за бобину. Еще необходимо оплатить погрузку. Работник берет от 8 до 10 сомов за тюк. Транспортные расходы, поэтому и сено на рынке дорогое. Всего за неделю цены на сено повысились в два раза. К примеру, сейчас тюк сена можно купить за 250 сомов и выше, а в розницу на рынке и то дороже от 300 сомов. К примеру, тюк соломы стоит 120-130 сомов. Это с поля, а в розницу от 150 сомов и выше. Солома тоже в спросе. Так, к примеру, сейчас в Лилекском районе Баткенской области разгар сбора зерновых колоссовых. Бакатбек афганов сеял высокоурожайный сорт ячменя, но урожай низкий. В прошлом году с полутора гектаров собрал около трёх тонн ячменя, а в этом даже 500 килограмм не вышло. Урожай низкий, даже соломы мало. В среднем собирал около ста тюков. Мог заготовить на зиму и для собственного скота ещё и продать. А сейчас даже своих животных прокормить не смогу. Придётся покупать и сено, и солому. А это рынок Джалабада. Здесь средняя цена за тюк сена – 250 сомов. Продавать сено фермеры не спешат, так как есть вероятность, что к зиме цена будет и того выше. «Сено сейчас дорогое. Говорят, к зиме будет доходить до 600 сомов и выше. Поэтому на рынке не так много сена. Мы покупаем с поля и продаём здесь. Добавляем 30-40 сомов, чтобы покрыть расходы на ГСМ и немного заработать». Корма для животных тоже не из дешёвых. Кукуруза, ячмень, комбикорм, повысились на 10-15 сомов. Покупатели говорят, что такая дороговизна может повлиять на поголовье скота. Людям просто нечем будет кормить животных. Уже сейчас наблюдается увеличение продажи сельскохозяйственных животных. «Я содержу лошадь. Раньше покупал зерно тоннами, а сейчас вынужден покупать мешками, потому как очень дорого. Если так и дальше будет, всё дорожать, наверное, буду вынужден продавать скотину». Чтобы немного сдержать цены на корма для животных, Минсельхоз, Антимонополия и другие госорганы, изучив рынок, ввели некоторые ограничения и послабления. Так введён запрет на экспорт сена и некоторых кормовых, а также ряд импортируемых кормовых продуктов освобождён от налога на добавочную стоимость. «Заготовка кормов в прошлый годом уровня, да, действительно, на 20% ниже сейчас идёт. И вот для этого мы советуем сейчас для фермеров, чтобы это, где сейчас убрано, вот пазы, ячмень, пшена, мы советуем, чтобы они посеяли кукурузу для силоса. Чтобы удержаться стабильным состоянием, нашим министерствам было подготовлено два проекта постановления. Один запрещающий на вывоз на соседние страны корма, а второй – снятие НДС для импорта корма. И мы считаем, что это дало возможность стабилизировать цены». Такая мера действует уже с 15 июля и продлится до конца года. Как пояснили в Минсельхозе, стабилизация рыночных цен на продовольственные товары окажет значительную поддержку хозяйствующим субъектам. Надежда Усова, Бигджан Токтосунов, Аллато, 24. Итоги недели.